Всем алоха, с вами Лёха. Ребята, сегодня у нас охренительная техника, просто монстр на обзоре. Это Вайтсиберия 2WD PRO 4000 ватт. Предоставил нам эту технику trantasic.ru. Спасибо вам огромное. Ссылка на них в описании. Это не реклама, это реально честный обзор. Рубрика по чесноку. Поехали! Просто сразу сходу берем, одеваем шлем и погнали сразу. Все, готов. Подножку. Пока свет нам не нужен, будем экономить. 13 км в час. 14. 16. Опа, мотыляет жестко вообще. Передний тормоз, задний тормоз. Охренительно. Я вам говорю, я прям чувствую уже. Вообще очень круто. Сразу минус. Он громыхает. Давайте тормозной путь проверим. Первый режим 18 км в час 19. Тормозим. Просто тормозной путь метр. Так, задний привод уже очень плохо работает на первом режиме. Окей. Переключаемся в полный. Поехали. Опа! Хорош! Но переднее колесо заносит. Оно вообще еле-еле управляемое на снегу, конечно. Да, и надо понимать, данная техника предназначена для езды по загородным поселкам и в городских условиях. Для леса и снега она не предназначена. Но у нас условия немного другие, поэтому смотрим дальше. О! Людь! Давайте попробуем на второй режим поставить. Е-е-е, бой! Да, это вообще уже все, другой уровень сразу. Но рвет он люто на втором. Так, потихонечку спускаемся. Тут пробка образовалась. Объезжай, не трамвай! Ну ладно. Смотри, короче, снега дохерища. Поставили третий режим. Но он гребет! Он гребет на полном приводе. По заряду, ну потратили, да, сколько? Одну четвертую часть. Ну, чтобы вы понимали, вот я встаю, он стоит на месте. И вот глубина. Глубина, короче, вот так. Охренеть! Итак, у нас здесь два мотора, впереди и сзади, на 4000 ватт в сумме. А емкость аккумулятора, вот этого, 21 мАч. Напряжение 60 вольт. Запас хода 60 километров. И максимальная скорость 60 километров в час. Время зарядки вот этой батареи 7 часов. А диаметр колес вот этих вот, широченных, 8 дюймов. И они гребут по этому снегу. Прикиньте, нагрузка здесь 260 килограмм. То есть можно спокойно ехать вдвоем. Но, конечно, не по такому оффроуду. Вес данного аппарата 84,8 килограмм. Но, в принципе, нормально. Передняя подвеска мотоциклетная, пружинно-масляного типа. А задняя подвеска такого же типа, но выглядит немножко иначе. Кстати, здесь стоят сразу бачки, рюкзачки, ограничители. Вспомнил, компенсационный бачок. Леха, а что он компенсирует? А вот это... И это у нас двухподвес. А его длина, чтобы вы понимали, 215 сантиметров. То есть это вообще как практически мотоцикл. Но это длина отсюда, когда стоит кофр и до края переднего колеса. Так что в транспортировке могут возникнуть проблемы, если у вас очень маленький минивэн. Если вообще минивэн у вас есть. Если вообще у вас очень маленький. В покрышках написано 18,9,5. Наверное, это дюйма. Что это значит хуйная, да? Вообще без понятия. Ну и тормоза вот здесь у нас гидравлические дисковые. На заднем то же самое. Ну и в общем по основным характеристикам пробежались, поэтому погнали дальше. Достаточно прикольный дизайн получается. Наверное, ширина колес все-таки решает на бездорожье. Резина с шашечкой. Переключатели все довольно приятные. Ну типа взял, переключился, переключился. Тормоза отрабатывают хорошо для телефона, чтобы поставить сразу есть. Довольно надежная конструкция. Хотя это пластик. Если бы это был металл, был бы лучше. Зеркал нету, но зеркала наверняка есть во время продажи. Мы их не снимали, таким привезли. И естественно кофр мы сняли сразу, потому что точно такой же пластик, как и здесь. Он вот так вот весь трясется. И он в любой момент может сломаться. На трайке он уже был треснут. По-моему, он треснут уже. Мне так кажется. Но для своих целей я думаю, что это прикольная штука. Но не очень надежная, честно. И все переключалки, да. Но это все Китай, как бы это видно. И самое главное, Саня это заметил, вот здесь переключалка F и R. Это довольно странно. F это фронт, R это зад. То есть, по идее, он должен ехать вперед. Включаешь R, должен ехать назад. Но, видимо, переключателей не хватает. Они сделали F задний привод. И R это полный привод. Типа, как это расшифровывается, я не понимаю. Тормоза работают хорошо. Я это уже проверял. Тормозной путь довольно короткий. Даже зимой на этой резине с километров в двадцати он просто тормозит в течение двух метров максимум. Вся передняя панель. Это тоже Китай. Все эти запчасти я видел на Алиэкспресс. Чтобы вы понимали, один поворотник смотрит вниз, другой прямо. Но надо отдать должное. Собрано, в принципе, довольно качественно. То есть, свет работает, все включается. Клаксон работает. Поворотник налево работает? Работает. Направо? Так, точно. И свет работает? Светит. Весь свет? Да. А вот так? А вот так ближний, вот так дальний получается. Да, вот так стробоскопы. Да, и стробоскопы есть. На удивление стопарь тоже работает. А, подожди, вот это передний тормоз? Да. Работает? Да. И задний? Да. Кайф. Интересно, кстати, как он светит ночью. Включаем. Ну, вообще, довольно хорошо. Сейчас я его напрямую выведу. Так, ну, в общем, вот так вот он светит. Довольно, ну, как бы вниз он прям светит. Конечно, если бы он повыше, мне кажется, было бы лучше намного. Видно только перед собой. Но мне кажется, этого достаточно, чтобы ехать на первом режиме по местной просеке. Я сейчас вот слез с него, он стопудово выйдет обратно на тропинку, и мы спокойно доедем обратно. Леха там сейчас нахваливает технику, говорит, что если я выйду на тропинку, так я точно заеду. Сейчас давайте посмотрим, точно он заедет или нет. Вернулись на рельсы. Снизу, естественно, лед. Как только колесо прокапывает снег, доходит до льда, все, зацепа нет. Я сижу, а у него прям гребет. Вернулись на рельсы. Опа, мотылеет, охренеть. Он просто как танк едет. Просто херачит. Ну, что я могу сказать по поводу этого экземпляра? Я удивлен тому, как он гребет. Вы сами это видели. Два ВД реально идет. Я заезжал уже на озеро, много снега, и он едет по своей колее. Он просто прет как танк. Ну, у тебя нормально прет. Да. Я, как показывал, снега было востока. Хочешь прокатиться? Ну, конечно, хочу. Ну, давай, садись. По плану в этом выпуске вы увидите, как Саша будет ехать, наверное, туда. Куда-то в лес поедет. Ну, давай теперь попробуем проехать, куда я не смог. На икре 5-киловаттной трайке. Трицикли. Оп, встаем в колею. И все. Да, ребят, что тут говорить-то. Сами все видите. Проходимость просто. Вот. Он сразу мчит. Причем в колее на дутых колесах. Он еще и как будто на трайке едешь. Как будто сам держит. Для 85-ти килограмм я вам скажу, что он очень легок. Он не ощущается на эти килограммы. Ну, и по проходимости это, конечно, вообще я в восторге. И мне это прямо реально нравится. То есть я думал, что мы с Лехой такие возьмем на обзор. Это будет скучно, уныло. Мы там что-нибудь расскажем. И это будет там стоять в гараже. И кататься мы не будем. Но честно, на вот этой технике я хочу кататься. И думаю, даже для себя я бы, наверное, покупал бы два аккумулятора, чтобы один поставить на зарядку. Другой, допустим, кончился. Приехал, поменял их местами и поехал дальше. А тут, кстати, походу кто-то застрял. Судя по следам. Давайте посмотрим, как мы проедем. Хоп. 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 И все. Что мне уже не нравится. Это задний пластик вот здесь. Вот он может треснуть в любой момент. И, кстати, на трайке так и случилось. В прошлом выпуске вы это помните. Вот с этой стороны пластик треснутый. Кстати, ссылочка на него в описании. Те же самые ребята из tarantasic.ru предоставили этого монстра нам на обзор. Я на нем катаюсь, все окей, но Саня будет на нем реально жогать, я так думаю. Поэтому лучше, чтобы он. Второй раз я уже об этом говорю. О, прет. Но тут, конечно, снега очень много выпало. Ух, тяжеловато даже. Вон вообще, смотрите. Пробирается. И название, главное, как подходит. Сибиря белая. Вот точно. Хоп. Чуть-чуть помогли. И все. И все. О, по следам. По следам вообще хорошо. Хоп, в горочку. Давай, давай, давай. О, есть. Ни хрена тут снега. Да, трайк тут точно бы не проехал. Далее мне в кайф вот эти подножки. Они алюминиевые, насколько я понимаю. С одной и с другой стороны садишься. Вот так вот. И тебе удобно. Можно даже подальше. И сидушка реально огромная. То есть двое сюда помещаются. Кстати, и мы испытали, как он нас вдвоем с Сашей тащит. Леха уже сидит. Да, я уже сижу. Я прыгаю. Смотрим, как работает подвеска. Как тянет мотор. 80 кг и 80 кг. 160 кг. Заявлено 260 кг. Ну, тащит. И подвеска даже вроде помягче стала. Ну, на первом режиме максималка 21 кг. Ну, отлично. Пускай едет так. А второй? Не-не-не, Сань, не надо. Ед. Александр! Увидите! Увидите за штормало! Не, одному, кстати, было намного легче. Да, да, да. Ну, вдвоем вообще такой на этих шинах. Плюс колейность. А теперь про сигнализацию, ребят. Сейчас, наверное, Таратасик.ру меня будет очень сильно ругать. Но у нас честный обзор? Честный. Значит, смотрите, какая система. Вот он включен. Да? Мы его заблокировали, он автоматом выключился. Теперь смотрите. Да. Он встал. Смотрите, что происходит. Сейчас я объясню. То есть вы его оставили на сигналку, и он запитан. Чтобы вы понимали. Я не знаю. Я думаю, что Таратасик скажет нам, давай-ка вырезай этот момент. Мы подняли только под ножку. Начали его тащить. Все, заработал. Теперь смотрите. Ну, то есть вы поняли. Я просто взял и вытащил его от Акума. Просто питание выключил. И все получается. То есть любой вор может его взять и потащить. Ну, тут снега много, правда. И мы его. До свидания. Курс молодого угонщика от Алексея. Ну что, солнышко, красиво. Сашочек, ну, Сашочек у нас это. Дрон опускает своего. Жду сигнала. Мне интересно, как он подорвет сразу с места на первом режиме на полном приводе. Прям газ в пол и поехали. Давай, Леха, можно. С места рвет нормально. Ну и все. 22. Ну, сколько? Секунд 5, наверное. Блин, дорогу он, кстати, чувствует вот здесь нормально. Она раскатанная. Прям вообще четко. Саш, я не сказал на первом режиме кататься. Я сейчас на тресе на обратной дороге сделаю. Все, отлично. Третий режим, полный привод. Поехали. Е-е-е, бой. 6. 29. 32. 34. 37. 39. 42. 41. Все, уперся, не едем дальше. Тормозной путь лютый просто. Разворачиваемся. Задний привод, поехали. Ну все. 27. 27 километров в час, 26 это максималка. На заднем приводе. Полный привод вырубаем. Опа, сразу чувствуется. Поехал. 31, 33. Вообще лють. На тормозной путь у него метра 3-4, может, в 5 максимум. Опачки. Все, поехали обратно. Полный привод. Первый режим будет. Да, вот по такой дороге он едет и намного устойчивее, чем там. И это прикольно. Как бы все-таки шины решают, но и дорога тоже решает. Да, он все, он уже садится. Его надо заряжать. Но он даже уже ругается на заднем приводе. Первый режим, что надо заправить его. Потихонечку сейчас доедем все-таки. Вообще на приборке вот здесь, я думал, что, типа, показывается пробег общий. А он, оказывается, сбрасывается. Каждый раз, когда вытаскиваешь аккумулятор, была бы там батарейка какая-нибудь в приборке. Это все бы сохранялось. А так, получается, сбрасывается. И непонятно, какой пробег тут. Но он уже еле едет. Все, потух. Я доеду на тебе. Все? Да. Ну, работы. Ну все, вот, доехали, доехали. Все-таки смогли. Серьезно? Ну, хочу заметить, что ты почти доехала. Почти доехала, вот, осталось 20 метров. Катится нормально, в общем. Сопротивления у двигателей нету. Наверное, просто... Он доехал. Просто сопротивление снега, наверное, и широкая шина. Можно потихонечку дотолкать. Но не забываем, что это 84 и 8 кило. Это что, батарея течет? Посмотрим. Так, отсоединяем. Да, это батарея течет. И это течет она. Как она может течь? Не знаю. Микротрещина какая-то есть. Сейчас мы сделаем фотографию. Все, отчитаемся. Слушай, ну ты на нем трамплины не прыгал, ничего не делал. Он просто смотрел, я не падал ни разу. Другие обзоры, где там скутерец ездил, он намного жестче ездил. Да. Итак, пока мы монтажем, я решил ребятам скинуть фотки. У нас тут общий чат из Тарантастика. И отправить сообщение, что на 2 ВД много, на икре не много. В любом случае, это напрягает. Что там в вакуумах? Ну, может быть, жидкость какая? Хотя мы так не думаем. Ребята прислали ответ. Добрый день. Ну, судя по фотографиям, практически страшная вещь произошла. Я уже с таким сталкивался. И это наклейки красные выделяют цвет. Такое бывает на технике, это совершенно нормально. Вот у вас красные наклейки, которые идут, пломбируют, так скажем, аккумуляторы. Попадает влага, снег. И вот они слезают с них, так сказать. Я так и думал. На свет, там, краска, не знаю что. Ну, все, я успокоился. Сколько он едет времени на морозе? Я думаю, примерно часа полтора. Потому что все время грести вот так вот снег. Это точно не 60 километров, вы нагружаете аккумулятор. Но сюда можно поставить один. И еще сюда можно поставить один. То есть, если я его открою. Вырубаем. Отключили. И достали. И так, чтобы поставить зарядку, вот такое вот устройство есть. Извиняюсь за беспорядок здесь. Откнули. Дал какой-то сигнал. И ставим на зарядку. Все. Он у нас красный. Ну, наверное, заряжает. Придем через 7 часов и посмотрим. Сразу хочу отметить, что я сейчас поставил батарею на зарядку для кадра. На самом деле, надо его примести, погреть, а потом уже ставить на зарядку. Поэтому поставим заряжаться чуть позже. Паспарту. Просто паспарту. Это так бесит. Да, конечно, с ключами они вот эту тему сделали. Это просто такое бесилово-месилово на самом деле. Это от аккумулятора, скорее всего, да. О! Седьмой. Седьмой ключ, да. И вот здесь у нас типа ящичка, куда можно поставить еще один аккумулятор, скорее всего. И вот здесь есть отверстие, скорее всего, я так предполагаю, чтобы завести сюда провод. Это раз. Есть. Пятый попыток. Да, вот здесь провод есть. Вот он. Все, можно типа сюда поставить еще один дополнительный аккумулятор. Прошло 10 часов. Индикатор зеленый. Значит, он зарядился. Мне сказали, что ребята услышали, как выключились вентиляторы охлаждения. Соответственно, он перестал заряжаться. Это было утром. Я не могу сказать, сколько времени он заряжался, но я пришел спустя 10 часов, и он заряжен. Поэтому снимаем. Хоп-хоп. И пойдем кататься. Соединяем. Сигналка сработала. Нажали. Все, можно ехать. В этом его преимущество. Прогревать не надо, ничего не надо. А ДВС надо пригревать. Саш, как ты думаешь, это решение для рыбаков нормальное? Ну, вообще, да. Мне кажется, самые идеальные варианты, вот к нему, назад, вон туда, вот, поставить какой-то большой, хороший копр, охотники. Да, не которые есть. Под, там, спиннинги, удочки. И придумать, кстати, я не знаю, есть ли или нет, может быть, есть, чтобы вот сюда шла, как вот для санок, знаешь, волокуши какой-то. Все к ней цепляешь, она сзади тащится, ты едешь, кайфуешь налегке. Да, и это я согласен, да. Ну, просто Саша охотник и рыбак у нас, и он рассматривает немножко по другому технику. А я просто, как больше обыватель, смотрю на нее со стороны. Ну, полный привод решает, я вам скажу. Был бы только задний, все, он бы так далеко не уехал бы. Ну, в самом-самом крайнем случае, наверное, можно с него будет слезть и идти пешком. То есть, как бы, держать газ и идти пешком. Тогда он заряд вообще тратить не будет. Ну, это в каких-то сложных местах. Сцепления тут нету, он заглохнуть не может. Ну, спасибо ему, конечно, за это, что привез меня сюда. Очень красиво. Пешком, кажется, тяжело идти в таком снегу. Дорогие друзья, естественно, не надо питать каких-то иллюзий, что в таком снегу постоянно газ в пол, он шлифует, не едет. Он проедет заявленный производителем 60 км в час. Я думаю, что вот я проехал 5, и уже почти половина батареи. Я думаю, что, скорее всего, в таких тяжелых условиях он проедет километров 15, наверное, или 10. Но, опять же, у него стоит очень маленькая батарейка. И если сюда поставить, как вот на трицикле, еще дополнительный, понятно дело, что он станет тяжелее. Но зато будет хватать намного дольше хода запаса батареи. Фух. Я что-то подустал. Посмотрите, где я пробираю. На что хочу обратить внимание. Вот эта конструкция сзади, она сделана довольно хлипко. Лично мое мнение, что они и не предусматривали, чтобы она была жесткой. Но, там, допустим, рыбак или еще кто-то, тут кофр стоит, они нагружают это рыбой. И все это дело куда-нибудь додевается. Кофр ломается точно. Возможно, он и не предназначен для других каких-то задач. Но мне понравилось, опять же, если убрать вот эти минусы с ключами, с сигналкой. Ну, сидушка так хлипко сделана. Все. Докопаться можно много до всего. Да, докопаться можно много до всего. Это сугубо мое личное мнение. Короче, рвет он охрененно. 2ВД решает. Проходимость у него очень крутая. По снегу просто супер. По асфальту, я думаю, что это вообще пушка. За свои деньги это очень хороший аппарат. Поэтому, друзья, если вам понравился обзор, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать следующие выпуски. Мы не только обзоры снимаем. Тратасику огромное спасибо за то, что предоставили эту технику нам на обзор. Надеюсь, вам всем понравилось тоже. И присылайте нам свою технику на обзоры. Мы расскажем все честно. По чесноку. Все. Всем пока.